Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фонаря с палками Да конечно не боюсь, чего там бояться Это же просто ерунда из интернета Которую кто-то нарисовал и сделал И все это просто детские сказки Выдумки и все такое Как можно бояться кого-то сиреноголового Он же даже не страшный, он похож на кривое дерево Так что все это ерунда Поэтому я и хотела оказаться там В тот момент, чтобы посмеяться над тобой Виола Потому что почему-то ты боишься детских выдумок А я-то думала, что ты более взрослая И умная Хм, Элли, это какие-то провокации А ты еще подруга называешься Но каждый чего-то боится Вот у меня это вот этот страх И кто знает, а вдруг он правда существует Мы же не знаем на 100% вообще, что в этом мире И как устроено Поэтому мало ли сиреноголовый действительно где-то есть Виола, давай ей просто тоже покажем видео Давай Ну давай, показывай Вот, держи и смотри Ну да, картинка не из лучших, конечно Но мое мнение никак не изменилось на этот счет Как я говорила ерунда Так я и считаю ерунда, ребятки Хорошо, Виола, Ник Если вы так сильно хотите меня проверить на прочность И проверить, насколько я смелая Давайте я положу свой любимый поп-ит И призову на него сиреноголового Просто посмотрим в интернете, как его призывать И позовем Хорошо, почему ты думаешь, что твой поп-ит нужен сиреноголовому? Мне кажется, ему нужен далеко не поп-ит Да ладно, я считала, что призвать сирену можно на что угодно Ему в принципе без разницы, если прочитать правильно заклинание Ну либо просто его позвать Каким-то образом он приходит Я тоже читала много разных рассказов, где это происходило Разных видео смотрел, кто-то призывал Но все это, конечно же, выдумки и монтаж Но все равно было интересно Поэтому можно попробовать, почему бы и нет Господи, ребят, может не будем таким заниматься? Это уже правда жуть какая-то Я не хочу никого призывать Ну так вы же хотите проверить меня на прочность? Вот поэтому мы это и будем делать Я докажу, что сиреноголового никакого не существует Ох, какая ужасная затея Я бы не хотела в этом участвовать, правда А я бы хотел Мне прям интересно провести такой эксперимент И интересно, что из этого выйдет И как она будет бояться все это сделать Я уверен, что Элли тоже больше выпендривается Она тоже боится сиреноголового, так же, как и Виола Ладно, все-таки мне всего лишь приснился сон Не факт, что этот сон хоть как-то реален Да, поэтому я пошла приносить жертву О, великий сиреноголовый Если ты видишь этот поп-ит, ты слышишь меня То я приношу тебе жертву Меня зовут Элли Если ты реально существуешь, то забери этот поп-ит И дай нам знать, что ты существуешь Я жду твоего прихода Я, Элли, жду твоего прихода Мои друзья тоже ждут твоего прихода Забери мою любимую вещь и появись Этой ночью мы ждем тебя в гости Ну вот и все Да уж, но кажется, ты и правда не так уж сильно ты его и боишься Либо ты совсем в него не веришь Да и правда, было бы во что там верить Ох, ребята, ну вы, конечно, даете Просто положила поп-ит и сказала какие-то слова Ну да, даже видео и то было страшнее смотреть Что это происходит? Ребята? Ох, как больно Ах, где это я? Девчонки, вы не сильно ушиблись? Ох, нет, не сказать Что это такое странное под ногами? Это же... Это же поп-ит Огромный большой поп-ит Это похоже на огромный батут На нем можно прыгать даже Ух ты Интересно, я это сплю Или это реальность? И я правда на огромном поп-ите Непонятно где я вместе с вами Что-то мне кажется, я тоже где-то вот ключки А не в жизни реальной Господи, мне страшно, ребят Я вообще не понимаю, что это Этот поп-ит, он белый С легкими оттенками цветов Он будто немножко меняет цвет Но совсем немножко Девчонки, наш телефон Смотрите Телефон-то как сюда попал? Виола Или Там сообщение Что за сообщение? Прочитай Привет, ребятки Я принял вашу жертву Если вы считаете, что меня правда не существует То вы очень ошибаетесь Я очень обижен на ваши слова И выйти вы отсюда сможете Только если преодолеете эту тюрьму Тюрьму из игрушки Которую вы принесли мне в жертву Вы теперь в этом поп-итте И вас ждут испытания У вас есть 24 часа, чтобы пройти испытания И выжить Это ваше наказание За то, что вы в меня не поверили Сиреноголовый О, боже Это что, правда? Я говорила тебе, Элли Но ведь я... Простите, ребята Я виновата в этом Я не должна была так себя вести Так уверенно И так... Так хорохориться Теперь из-за этого мы здесь А если мы не успеем с 24 часа Неизвестно, что будет Надо срочно искать способ отсюда выбраться Ребята Думайте Он писал, что будет давать нам какие-то задания И начнется это ровно через 5 минут О, боже Я что, попала в свой ночной кошмар? Элли, как тебе не стыдно? Все это из-за тебя Виола, ссорой Мы ничего не решим Нам сейчас нужно вместе сообщать, выбираться Телефон куда-то исчез Значит, скоро начнутся испытания Вместо того, чтобы проходить испытания Можно было просто этого избежать Все из-за твоей гордости, Элли И из-за твоего желания посмеяться надо мной Подруга еще называется Теперь из-за тебя одни проблемы Как тебе не стыдно? Я же говорю, ссорой мы ничего не решим Надо договариваться и думать, как выбираться Виола, если ты прекратишь вести себя, как старая бабушка Мы, конечно, к чему-то придем и спасемся Но пока ты ворчишь и ссоришься со мной Ничего не выйдет Да после этого я даже сомневаюсь, что мы подруги Звук сирены Ребята, это переводчик с моего языка Я не могу разговаривать так, как вы Поэтому я перевожу И голос, как у робота Я даю вам первое задание Вы можете ответить на вопрос После чего вы проходите дальше Если вы дадите неправильный ответ на этот вопрос То тогда выбывает один из игры И пропадает в неизвестность У вас нет права на ошибку Я думаю, вы это поняли Итак, ребятки Какой звук издает сиреноголовый? Нет права на ошибку Ребята, это все, это конец Не паникуй раньше времени Во-первых, я знаю, какие звуки он издает Нет, Ник, не стоит И если ты ответишь неправильно, то все, конец Зато если я отвечу правильно, мы пройдем дальше А не будем стоять на одном месте Если мы будем стоять на одном месте Так и пройдут 24 часа И нам всем конец Ник, пожалуйста Пожалуйста, я надеюсь, ты правда уверен в ответе Сиреноголовый издает звуки сирены А также голоса людей, которые молили о помощи, когда с ним встретились Периодически он может транслировать запись того, что он уже где-то слышал Разных посторонних звуков Также он может использовать крики или какие-то голоса родственников, которые он мог записать Для того, чтобы привлечь свою жертву Вот мой ответ Это правильный ответник Ты проходишь дальше Точнее растерянок Фул Нет, ты просто умничка Второй вопрос Что такое поп-ил Изначально? И для чего он предназначен? Ведь вы так любите эту игрушку, что даже принесли мне Её уже это было самое дорогое Вопрос к хозяйке игрушки Она должна это знать Время идет. Я люблю яркие, красивые вещи. И это удовлетворительный ответ Элли. Проходим дальше. Сейчас вы должны все вместе поддерживать друг друга, так как я понял, что вы друзья. Вы просто обязаны друг друга поддерживать и помогать. Я проверю, насколько ваша дружба достойна жизни, насколько какие друзья достойны жизни. Я вам устрою тяжелое испытание, где вы должны будете друг друга поддерживать. Если вы оступитесь мимо этих шаров, то вы провалитесь в никуда. И вас больше никто никогда не увидит. Поэтому вы должны помогать друг другу держаться за руки, помогать и спасать, если кто-то будет заскальзывать. И тогда все будет хорошо. Испытание начнется насчет раз, два. Итак, по вот этим кристаллам вам нужно будет добраться до вот этой огромной коробочки. Красная кнопка это портал ваш мир. Если вы на нее нажмете, вы вернетесь домой и все по с вами хорошо. Кристаллы эти очень скорбские, и по ним очень трудно добраться до нужной цели. Они в любой момент могут ужасно вас подвести. Поэтому в одиночку это трудно будет сделать. Скорее всего, нужно будет приходить друг к другу на помощь. Если вы оступитесь на пол, он превратится в пустое пространство, и вас просто засосет вниз, хотя на первый взгляд он таким не кажется. О, Боже. Не бойтесь, девочки. Рядом с вами в другом покурике находится противоядие, которым вы сможете спасти одного человека, которого засосет, кинув за ним этот кристалл. Если же вы уроните кристалл, его просто засосет, и его больше не будет. Расстояние не кажется таким большим, но это сложнее, чем вы думаете. Но если вы и правда настоящие друзья, то, конечно же, вы спасетесь. Удачи вам. Пока. О, Господи. Какой же он страшный и жестокий. Согласен. Жути столько нагоняют, что капец. Я очень надеюсь, что мы пройдем это испытание. Простите, ребят, что все это из-за меня. Да, мы на волоске от того, что нас не станет все из-за тебя, Элли. Вообще, девчонки, мы все виноваты. Я начала провоцировать Элли для того, чтобы она сделала все это и показала тебе, что сиреноголовый это не страшно. Элли повелась и начала это, конечно же, доказывать. А ты просто расстроилась, я тебя понимаю, но я уверена, что Элли точно этого не хотела. Прости меня, я правда этого не хотела. Мне самой сейчас очень страшно, как вам всем. Простите меня, ребята, все это из-за меня. Так, не бойтесь, девчонки, мы все спасемся и все будет хорошо, я уверен. Кто пойдет со мной первой? Мы не можем пойти в одиночку. Я боюсь, я не хочу идти. Элли? Это все была моя затея, поэтому я пойду. А потом, если что, мы вернемся за Виолой. Виола, будь осторожна здесь, хорошо? Ник, это ты будь осторожна, тебе предстоит непростая задача. Насчет три. Раз, два. Давай мне руку. И... Пошли! Моя более-менее хоть стоит еще. Наша жизнь не должна закончиться на этих шариках. Да? Да, Ник, все правильно. Так, куда сейчас? На вот этот. Жутко, но мы почти у цели. Да, Ник, осталось немножко, все получится. На мое. Твой шарик уже укатился. Держись, Виола, мы спасем тебя. И последний рывок. Да, у нас получилось. Да, Ник. Она еще и смотрит на него так, как она уже достала. Кто-то из нас сейчас должен отправиться домой. А кто-то должен спасти Виолу. Мы здесь не уместимся и просто упадем. Это была моя вина, поэтому я рискну и спасу Виолу. Виола, Элли тебя спасет. А мне придется вас покинуть. И я очень надеюсь, девочки, что у вас все получится. Я в вас обоих очень верю. Элли, пожалуйста, верни Виолу. Я не смогу жить без вас в этом мире. Вы для меня очень важны. Вы мои лучшие подруги. Обязательно. Я все сделаю, что смогу. Все, что в моих силах. Прости, Ник, но... Удачи, девочка. Я думала, меня хотя бы Ник будет спасать. Виола, прости за все, что я сделала. Прости, что я так глупо поступила. Но я спасу тебя сейчас. Пожалуйста, не отвергай меня. Ну ты рукожопая. Виола, пожалуйста, нам сейчас нужно спастись. Вместе, вдвоем. Давай мне руку. Мы пойдем. Я тебе не очень доверяю, но доверься мне. Все будет хорошо. Я исправлю свою ошибку. Прости, пожалуйста. Ладно. Сейчас не тот момент, чтобы ссориться. Согласен. Давай, на счет три. Раз, два. Пошли. О, это так сложно. Не бойся. Не бойся. Все будет хорошо. Самое главное, что мы друг друга держим, и мы вместе. О, ну все, Виола. Мы почти уцел... Нет. Держись, Элли. Я тебя не оставлю. Удержалась. Противоядие. Да. Да, взяла. Я, конечно, обижена на тебя, Элли. Но в беде не оставлю. О, спасибо тебе, подруга. Готова к последнему рывку? Всегда готова. Раз, два, три. Да. Где мы? Это наш парк около дома. Фух, неужели весь этот уже закончился? Да, закончился. Прости меня за него, пожалуйста. Я больше никогда не буду так шутить. Это был просто кошмар в реальной жизни. Девчонки. Ник. Как-то так нас спасла наша дружба. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на нас. Пока. Фитиш, Элли. Теперь, как мне и обещали, и у меня тоже есть коллекционный поп-ит. Посмотри, какой он классный. О, у меня почти такой же, как у тебя, только он немножко более округлый. Поздравляю с покупкой. Да, тебя тоже. Я очень рада, что родители все-таки сдержали свое обещание и подарили мне именно этот поп-ит, потому что его я так сильно и хотела. Как видишь, мои тоже. Но мне очень нравится то, что он такой яркий, радужный и вообще я обожаю такие игрушки, потому что они очень хорошо расслабляют, после уроков особенно. Ага, это точно. Мне они тоже этим очень нравятся. А еще, кстати, мы все-таки полетим на море. Да ну, правда, что ли, все-таки решились? Да, у папы немножко наладилась ситуация с работой, поэтому мы можем теперь себе это позволить. Блин, я надеюсь, когда мы вырастем, мы вместе полетим на море, потому что я просто мечтаю слетать туда с тобой. Я очень хочу отдохнуть с лучшей подругой. О, да, это точно. Я бы тоже так хотела. Фух, наконец-то уроки закончились. Дождалась я этого момента. Ага, не говори, я что-то тоже очень сильно устала. Кстати, Лин, чем на выходных занималась? А, на выходных привезили младшую сестренку, я ей показывала всякие страшилки, и это было забавно, потому что она очень сильно боялась, а я сидела и смеялась, потому что она очень смешно себя вела. У тебя разве есть младшая сестренка? Разве я могла об этом не знать? А, да нет, это же двоюродная, двоюродная отображала. Я ей показывала страшные видео и смеялась над тем, как она на них реагирует. Она вообще всего-всего боится. Ой, знаешь, я тоже некоторых видео боюсь. Например, каких видео ты боишься? Слышала что-нибудь о Сиреноголовом? С Сиреноголовом? Да, слышала. Но как-то особо не вдавалось в подробности. Так вот, мне, когда выпадают такие видео, я очень-очень прям пугаюсь. Я, если честно, вообще не хотела бы это увидеть в жизни. Просто посмотри, насколько он жуткий. Ой, ну да, согласна, неприятный вообще. Вот его, наверное, я больше всего боюсь встретить в жизни. Бор, я бы тоже не хотела его увидеть. Пойдем прогуляемся? Тут что-то мы на одном месте застоялись. Ну да, пойдем немножко прогуляемся, пока мне домой еще не надо. Лин? Что? А куда мы сошли? Я эту дорожку, в общем-то, не знаю даже. Это какой-то лес. Ну да, ты права, это действительно лес. Но почему ты решила погулять именно в лесу? Ты что, решила меня напугать страшилками, про которые я тебе рассказывала? Может быть и решила. А может не решила? Откуда вот ты знаешь? Лин, я знаю, ты любишь поприкалываться, но это правда не очень забавно. Зачем мы сейчас пошли в лес, если нам уже скоро домой нужно учить уроки, и родители будут ругаться? В лес можно было и в другое время сходить, не обязательно сейчас сюда идти. Ну, это был мой план. Лин, ну перестань. Нет, это нужно было сейчас. А что это? Что ты такое? Почему? Я же была с Линой. Всё, твоя Лина доигралась, поэтому я её забрал. Ты что, настоящий сиреноголовый? Но ведь это же просто детская страшилка, тебя не должно существовать. Даже если ты есть, то сиреноголовые ведь не разговаривают. Они просто издают какие-то странные наборы звуков, типа сирены и криков людей о помощи. Ты не можешь так разговаривать, как робот. Это очень странно, ведь сиреноголовые так не могут. Но как это всё происходит? Господи, я что сплю? Ты не спишь. Я действительно могу так разговаривать. Дело в том, что я научилась использовать специальные устройства, которые перерабатывают мою речь в человеческом, специально для таких жертв, как ты, чтобы они меня лучше понимали. Да и есть много вещей, которые я хотела бы сообщить перед вашим логическим завершением. Ну а что ты так намекаешь? Мы всего лишь школьницы и хотим жить. Лучше скажи, куда ты делал мою подругу. Не знала, что сиреноголовые могут превращаться в людей и вообще менять как-то свою форму. Лучше меня не злить. Я ещё как способен менять и свой внешний вид, и свою речь. Я уже сказал, как это делается и для чего. Если ты не веришь, это не мои проблемы. Просто смотри и наблюдай. А твоя подружка оказалась слишком для меня неинтересной. Она очень много шумела, и я закрыл её в тюрьме из её любимой игрушки. Из Поп-Ит. Что? О господи, как это всё понимать? Какая тюрьма из Поп-Ит-то и о чём? Она сейчас совсем неподалёку от нас, вот в этом месте. В этом лесу хозяин я, поэтому я создал именно такую тюрьму для этой девочки, чтобы её любимая игрушка стала для неё её ужасом. Почему это так жестоко? Почему ты такой жестокий? Разве можно так вообще делать? Для чего ты это сделал? Не критикуемые действия. Ой, плохо дело. Всё получится. Ещё немножко. Держись, Лина, я тебя вытащу. Всё будет хорошо. Я поговорю с Сиреноголовым, он обязан тебя отпустить. Либо пусть закроют нас вместе. Но я не прошу в беде свою лучшую подругу. Какая же ты глупая девчонка. Ради другой жертвуешь собой. Какая это глупость. Ведь я вас правда сейчас обоих здесь закрою. Я вижу, куда ты спряталась. Разговоры с тобой это бесполезно, но я всё равно хочу попробовать. Почему ты хочешь это сделать? Зачем тебе именно Лина? Зачем тебе я? Почему ты такой жестокий? Что тебя так сильно поменяло? Ты думаешь, что какая-то глупая девчонка вроде тебя что-то изменит в моём мнении? Нет, я так не думаю. Я просто хочу узнать твою историю. Почему ты стал таким жестоким? Конкретно твоя подруга мне не понравилась тем, что она прикалывалась. Показывала меня своим подружкам. Я соврал про сестру. Да, но подружкам. И говорила, что я умодливый, смешной, несуществующий пришелец. А это неправда. И мне было совершенно неприятно. Поэтому я разозлился и решил её закрыть. Есть ещё вопросы? А если она извинится и расскажет всем, что ты действительно существуешь? Ты поменяешь своё мнение? Может быть, но ведь она этого не сделает, я уверен. Сиреноголовый, давай заключим сделку. Если она действительно это сделает и расскажет всем, кому она говорила, что тебя не существует, что ты есть, полностью про нас забываешь. А если она не сдержит слова, то ты забираешь меня и её вместе. Договорились? Мне будет несложно вас найти в любом уголоке. Поэтому, конечно, договорились. Я не против. Забирай свою подружку. Лина, ты не ошиблась. Боже, она себе наклеила тут штуку. Нет, всё хорошо. Спасибо, что спасла меня. Фух. Но мы теперь должны ему рассказать о его существовании подружкам, которым ты показывала видео и говорила, что это всё ерунда. Я расскажу, лишь бы он только больше меня не трогал. Ты не представляешь, как страшно было в этой тюрьме. Я после этого попытки не люблю. Мне так страшно, подруга. Ты мой герой, ты уже спасла меня, но мне всё равно очень страшно до сих пор. Я не могу забыть это. Не переживай, всё забудешь. Со временем всё это пройдёт. Не бойся. Зато мы решили всё, и я думаю, что он точно нас после этого не должен тронуть. Мы на всякий случай не будем ходить в этот лес, чтобы точно не было такого, что он ещё о нас вспомнит. Ух, да. Я правда не верила в то, что он существует. Я даже не задумываясь показывала всё это подружкам и прикалывалась. Это правда страшно. Пожалуйста, никогда больше не связывайся с ним. Он очень опасный. Главное, что мы в целости и сохранности, и это самое важное. Спасибо тебе, Эдди. Продолжение следует...